Нейтрализовать Советский Союз. Летом 1939 года на экраны СССР выходит фильм «Трактористы». Необычайной популярностью пользуется главная песня из фильма. И хотя авторы имели в виду события на озере Хасан в 1938 году, слова песни вызывали ассоциации с продолжающимися боями на реке Халхингол. Получались танки, ветер поднимая, Наступала грозная броня. И летели на земь самураи Под напором сталь и огня. И летели на земь самураи Под напором сталь и огня. И добили песню в том порукой Всех врагов в атаке огневой. Три танкиста, три веселых друга, Экипаж машины боевой. Три танкиста, три веселых друга, Экипаж машины боевой. За родину! За дружбу! За тех, кто нас ждет! В течение августа в Монголию прибывают все новые и новые советские части. Москва требует в кратчайшие сроки закончить конфликт победой. Шуков предлагает крайне рискованный шаг. В голой степи с примерно равными силами окружить и уничтожить японскую группировку. Командарм Штерн против. Он понимает всю опасность подобной операции. Действительно, если наступление сорвется, к Советскому Союзу не останется ничего, как переходить к полноценной войне с Японией. Его ценность как серьезного европейского игрока снизится до нуля. И все европейские дела в канун большой европейской войны будут решаться без его участия. Однако Кремль идет на риск. Иного выхода просто нет. Бойцы, пикотинцы, летчики, танкисты, артиллеристы с вниманием и любовью готовили оружие, проверяли материальную часть. Из памятки бойцу РККА по действиям в наступлении. Наше наступление есть решительный вид боя на полное и беспощадное уничтожение наглых японских захватчиков. Ни один поганый самурай не стоит больше одной красноармейской пули. Час настал. Вперед, товарищи! За родину! За працкий монгольский народ! 20 августа советско-монгольские войска переходят в наступление. С первых же часов становится ясно. Разведка недооценила силы противника. Сопротивление японцев нарастает буквально с каждым часом. За первые четверо суток непрерывных боев советским войскам удается пройти не более 20 километров. Ожесточение так велико, что и японские, и советские летчики расстреливают в воздухе пилотов, спасающихся из подбитых машин на парашютах. Дело в том, что начали этот метод японцы. Они, значит, несколько наших парашютистов расстреляли. Тогда командир полка Кравченко Григорий Пантелеевич, герой Советского Союза, он участвовал в боях в Китае по защите города Пекина. Вот. И потом командовал нашим полком. Он собрал нас всех и говорит, раз, говорит, они допускают такие вещи, не жалейте их. 23 августа в Москву прибывает германский министр иностранных дел Иохимфон Риббентроп. Практически сразу по прилету ему сообщают важнейшую новость. Японская группировка в Монголии полностью окружена. Теперь Сталин может вести переговоры с Германией с позицией победителя. Подписание Советско-германского пакта о ненападении происходит под аккомпанемент советских орудий в Монголии. Там добивают остатки японских войск. Московский договор вызывает в Японии ярость. Главный внешнеполитический союзник Токио просто предал своих друзей. 30 августа японская группировка в Монголии прекращает сопротивление. 17 сентября советские, монгольские и японские представители заключат перемирие. Стороны отменяются пленными. В апреле 1941 года Япония и СССР заключат пакт о ненападении. Пометуя о немецком вероломстве и об уроках Халхенгола, Япония так и не откроет второй фронт против СССР, несмотря на все просьбы Германии. Монгольский народ с достоинством могут сказать, что они совместно защитили свою независимость и территориальную целостность. И это значение сейчас в полном смысле понимается у народа. Заместитель председателя Президиума Верховного Совета СССР товарищ Бадаев вручил награды героям Советского Союза Командарму 2-го ранга Штерну Полковнику Федюнинскому Капитану Жердеву Лейтенанту Красноюрченко Полковнику Родинцеву Красноармейцу Чуйкову Слава верным сынам социалистической Родины Лейтенанту Красноярченко